привет в этом видео я хочу сделать короткий обзор новостей и касающихся языка ады с августа этого года 22 так как я вижу их со своей точки зрения здесь конечно не все новости а те которые более мне близки и начнем с очень печальной новости дело в том что в этом месяце умер дмитрий анисенков он был активным членом нашей ваш сообщества одару самого начала с момента его образования для меня это событие было очень впечатляющим плачевным и дима был не наставником он позволил реализоваться моей мечте работать на али и зарабатывать надо и его смерть меня очень огорчила я буду помнить его всегда его острый ум его трудолюбие каким он был хорошим человеком и печальные мысли меня как бы натолкнули на идею обсудить будущее нашего сайта а дару я выступил с таким вот сообщением предложил создать новые сайты для а до комьюнити потому что множество советов которые были сделаны до этого они умерли и либо недоступны либо не обновляются и возможно если бы получилось сделать какой-то вечный в кавычках сайт то мы могли бы там собирать материалы которые и обновлять их по мере устаревания и этот сайт был бы центром информации центральным справочником таким для рядущих поколений я и на этом сайт был бы центром информации обновлялся в конце концов то что сделали вот такой сайте к одоленхо точка и о и на этом сайте очень мило сайт сделан с помощью маркдауна на движке докесариус имеет довольно красивый дизайн современной здесь есть всего лишь пока небольшое количество материалов про аду сайт потихоньку наполняется возможно русским материалом и тоже сюда перенесем а либо переведем существующие вот эти введения на русский язык если вы хотите поучаствовать это проект открыт для всех желающих есть на гитхабе репозиторий и организация здесь написано как можно подключиться как установить настроить сайт для разработки подключайтесь как я понимаю текущая цель набрать и хотя бы 10 активных разработчиков чтобы подключить можно было дискусс точка орг для как качестве форума площадки для обсуждения вот все в нем хорошо вот этот логос мертвая женщина меня конечно немного смущает следующая новость это учебники введения в язык программирования ада это перевод документа сделано густава для ада корр перевод изначально сделал сергей киркоров а я потом прошелся чтобы выровнять терминологию почистить и нибудь шероховатости перевода вполне по моему получилось хорошо есть варианты в формате pdf и папа 200 страниц документ если вы собираетесь изучить ада или знаете кому это может пригодиться порекомендуйте мне кажется на русском языке это сейчас самая хорошая хорошая документация самый лучший вариант изучения языка поскольку он охватывает и версии языка а не только старые устаревшие какие-то его варианты также если вы найдете ошибки этого присылайте а есть репозитория мой на гитхабе глянь ветка ру где можно найти этот перевод и прямо там исправить другая новость о которой хотелось бы поговорить это статья фабиана на блог ада куркома где он рассказывает о том как можно использовать и язык ада из парка для страиваемых систем но в отличие от предыдущих материалов вот здесь речь идет об интеграции готового окружения с вашей программой на али берется конкретный пример компилятор и сп 32 и 3 это такой контроллер в основе которой лежит риск файв процессор 32 битный для которого компилятор есть в алир и поэтому можно быстро начать используя алир поставить компилятор синициализировать проект на аде в виде библиотеки а потом эту библиотеку подключить к сишному окружению в итоге получается такое простое приложение которое моргает в зависимости вот http запроса мне понравилось очень просто популярно объяснилось как это делать на готовых примерах еще одна новость которую я выбрал это статья на конференции о формальной применении формальных методов верификации программ девкон какая-то была конференция и на ней я разработчики от nvidia хотят рассказать рассказывает о том как формальные методы позволяют нам улучшить качество программного обеспечения это не адекора это люди из nvidia или приближенная к этой компании они анализируют какие бывают проблемы в основном значит источник проблема они ассоциируют с ошибкой памяти и вот здесь они показывают что к чему какие бывают ошибки памяти как они влияют на проекты какие способы борьбы с ними и в качестве примера они рассматривают spark spark если вы не знаете это под множество языка ада для которого можно выполнить формальную проверку формальное доказательство корректности и вот они сравнивают с языком си каким образом были выбраны некоторые проекты реализованные как на си си плюс плюс так и на спарке качестве для спарка есть три проекта они нашли какие-то нечто напоминающие операционную систему загрузчик и еще какой-то изолятор наверное и гибридная виртуализатор менеджер ресурсов дальше они потратили какое-то количество времени пытаясь отыскать в этой программе ошибки и вот они сравнивают количество ошибок которые они нашли все проекте похожие сложности затратив на них такое же время и в спарк программе и как видите количество ошибок связанных с памятью в спарк программе радикально меньше чем количество аналогичных ошибок в спарк программе вот кроме этого здесь рассказывается как все-таки ошибки про вникают программе для которой выполнен формальное доказательство корректности какие источники таких ошибок и какие их особенности на конкретных примерах дело в том что не все может быть описано формально есть аппаратура допустим которая процессор его регистры окружения процессора для которой нет формального описания есть интеграция с другим кодом посмотрите слайды там несложно разобраться даже не слушая их лекцию и может быть кому-то интересно ну и напоследок вопрос из предыдущей из комментариев предыдущему видео где кирилл меня спрашивал как можно использовать аду для отмел процессора отмел использует архитектуру авэр чип микропроцессор и вот как раз в августе роберт эльберт который плотно занимается этой темой он опубликовал рабочие решения как запустите компилятор для авэр компилятор ады для авэр и возможно это скоро будет в алир а пока я могу показать как это можно сделать прямо сейчас не дожидаясь интеграции этого всего дела в алир сообщение этот человек опубликовал на хитр это такой чат в нем есть комната адален хлобби присоединяйтесь если вам интересно обсуждение языка на английском языке можете присоединиться и читать свежие новости и обсуждения и вот если вы зайдете в эту комнату отмотаете вам 17 августа здесь есть вот такое сообщение о том что роль создал в библиотеку времени исполнения разбил ее на три компонента ртс мцу и лип это все есть на гитхабе и поставить это совсем просто учитывая что компилятор языка компилятор для авэр он есть прямо в алир давайте попробуем простой пример собрать вот у нас есть пустая директория значит мы инициализируем каким-нибудь пустым проектом помощью а алир дальше мы извлекаем все три проекта этого посвящена этому процессору значит авэр либо авэр а до рт и клона 3 называется мсу если посмотреть но на исходные коды в этих проектах мы видим здесь описание допустим поддерживаемых моделей лад для разработки среди которых есть допустим арду на луна такая популярная плата и и можно указать с помощью что мы собираемся использовать с помощью переменной среды окружения вы рада борт задаем плату дальше если мы посмотрим на на репозиторе здесь у нас есть инструкция что нужно сделать автор предлагает добавить вот следующие три строки в начале файла мы должны использовать проекта авр адр тс а потом две строки указывающие таргет будет у нас и рон тайм из этого проекта выше указанного если мы это сделаем для нашего проекта сгенерированного алира вот дальше все очень просто мы говорим аллер билд надо сделать cd вот сюда где мы проинициализировали наш проект не работает не работает а надо сделать еще указать алиру где находится в ртс это делается командой алир пин немного подробнее про алир у нас есть видео на канале зайдите посмотрите вместе с новой работы с алиром введя эту команду мы видим что алир находит сам зависимости в том числе компилятор авр 11 версия не используйте 12 версия поскольку в 12 версии нет библиотеки с хищной которая необходима чтобы это все работало как пишет автор а а вот с 11 это все получается мгновенно он собрал нам двоечный файл и как мы видим это двоечный файл авр архитектуры я пробовал даже исполнять там добавил несколько команд для эмулятор работы с вводом-выводом и эмулятора железной доски у меня нету а эмулятор вполне себе запустил этот исполняемый файл как его прошить я вам не подскажу это наверное легко найти в интернете и что еще хотелось сказать это то что автор предоставляет еще четвертый репозиторий с примерами где есть работа с уарт с задержками и другими интересными вещами семисегментный какой-то индикатор я думаю это достаточно чтобы начать если есть вопросы можете обратиться к автору на гитаре зарегистрировавшись на этом мы закончим если вы хотите чтобы мы выпускали такие обзоры новостей каждый месяц напишите в комментариях если у вас есть какие то еще вопросы тоже задавайте в комментариях я постараюсь на них ответить может сниму видео если это будет наглядно на этом у меня все счастливо это causa с январь об� накрыт об и об